Здравствуйте дорогие друзья, в эфире очередные новости киберспорта. Сегодня в выпуске мы разберем наполеоновские планы турниров техлапсы DreamHack, затем посмотрим в какую сторону решил двигаться проект FaceIt, ну а в завершении выпуска обратим внимание на аргументы в защиту жестоких видеоигр. Добиться продвижения в организационном моменте в современном киберспорте не так-то просто и, как говорится, пока не сделаешь этого сам, не сделает никто. Крупнейший в мире цифровой фестиваль DreamHack и киберфестиваль TechLabs Cup объявляют о начале стратегического сотрудничества в России и СНГ. Первым шагом к взаимодействию станет возможность участия победителей TechLabs Cup Season 2 по дисциплинам Dota 2 и Counter-Strike Global Offensive в крупнейшем мировом чемпионате DreamHack Summer Tournament. Это стало возможным благодаря масштабности киберфестиваля TechLabs Cup, наиболее значимого события в киберспорте на территории стран СНГ за последние несколько лет. Закончатся ли подобные отношения только объединенными квотами на турниры? Подобное сотрудничество может нести за собой объединенные призовые фонды, которые будут выставляться на финальные этапы совместного чемпионата. Однако очень большой и сложный вопрос становится перед TechLabs'ом и DreamHack'ом, кто же будет курировать возможный объединенный турнир и смогут ли два крупномасштабных события ужиться вместе. Несмотря на все вопросы, такой шаг для киберспорта будет очень важным, так как в одиночку побороться, скажем, The International, у которого на всякий случай миллионные призовые, не так-то просто. Будет интересно посмотреть, кто же еще захочет присоединиться к мировым грандам в области организации ивентов и каков будет результат. Организаторы Electronic Sports League опубликовали подробное расписание летнего сезона Raid Call и MES One. Второй по счету сезон в этом году начнется 14 мая с первым квалификационным раундом, а закончится в последнюю неделю июня лан-финалами в студии ESL-TV в Кёльне. Перед групповым этапом, аналогично весеннему сезону, пройдет 4 фасткапа, в котором примут участие топ-8 команд Raid Call и MES One Spring, 3 национальных чемпионата EPS, 12 лучших команд из ESL-A Series и победитель Go4PS GO Sunday. По результатам 4 фасткапов 16 лучших команд продолжат борьбу в групповом этапе, который также пройдет в онлайне. Команды будут разбиты на 4 группы, по 4 коллектива в каждой. Два сильнейших представителя из каждой группы попадут на лан-финал в Кёльне. 2 мая вышло новое обновление для Dota 2 Test, и помимо добавленных изменений интерфейса и новых вещей, был выпущен герой Турен Чифтейн. Не столь популярный в первой доте, но его мощь иногда поражает. Итак, новый герой достаточно силен, и мы надеемся, вы получите удовольствие от игры. Но помните, чтобы не подводить команду, потренируйтесь сначала в игре с ботами, и лишь потом играйте матчмейкинг. В основной клиент Dota 2 обновление будет введено 3 мая. Наконец-то проект FaceIt добрался и до CSGO. Изначально CSGO присутствовала в анонсе этого проекта, но после только QuakeLive был, скажем так, ведущей дисциплиной. Но теперь руководители проекта FaceIt взялись и за новую версию Counter-Strike, а с этого месяца проект FaceIt будет регулярно проводить турниры по CSGO с участием ведущих коллективов Европы. Призовой фонд финального этапа турнира будет составлять 1500 условных единиц. Максимальное число участников будет 16, 8 из которых будут получать автоматическое приглашение, а остальные 8 попадут на финал путем прохождения отборочного этапа. Турнир в формате фасткапа с призовым в 1500 долларов будет являться очень важным для всех команд. Формат турнира очень удобный, призовой неплохой. Что еще нужно, чтобы получить удовольствие от игры и предоставить зрелищность болельщикам? Ждем первых матчей в рамках проекта FaceIt. Доктор Патрик Марки, профессор психологии в университете Вилановы, штат Пенсильвания, написал колонку, в которой попытался развеять миф об убийствах, якобы совершенных под влиянием жестоких видеоигр. По его мнению, многочисленные тематические исследования доказывают лишь то, что после нескольких часов игры, человек на некоторое время становится более агрессивным. Например, он может более резко отвечать на вопросы, грубить и выводить из себя окружающих, но совершенно непрофессионально приравнивать такие мелочи к циничному убийству живых людей. Нет убедительной статистики, доказывающей прямую связь между жестокими видеоиграми и насилием в реальной жизни, пишет Патрик. Да, многие школьные стрелки играли в шутеры, но то же самое ежедневно делает и 97% взрослого населения США. С таким же успехом можно было бы заявить, что в массовых убийствах виноват хлеб, так как с хорошей вероятностью убийцы за несколько часов до совершения преступления употребляли мучные изделия. Ученые должны ответственнее относиться к интерпретации результатов своих же исследований, ведь у насилия есть гораздо более серьезные причины, нежели видеоигры. Это были все новости киберспорта. Спасибо за внимание. Всем пока. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех событий в мире киберспорта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА